В начале было море. Солёное, густое и тёплое, как остывающий суп. В нём, как считает официальная наука, и зародилась жизнь. Из одноклеточных организмов через миллионы лет получились игольчатые черви, потом подслеповатые моллюски, потом доисторические рыбы. Так, наверное, продолжалось бы очень долго, если бы по причине, которая науке неизвестна, древний океан вдруг не начал мелеть и не появилась суша. Вот тогда-то самая умная из древних рыб, опираясь на плавники, и выползла на сушу. И поползла, куда глядели её глаза. По пути она встала на лапы, которые потом превратились в ноги. Придумала колесо, порох, а потом атомную бомбу и космические корабли. Свято верят в то, что Вселенная безгранична, далёкие потомки кистепёрок засорили свою орбиту настолько, что она похожа на настоящую космическую помойку. И всё бы ничего, если бы однажды всё это вдруг не стало сыпаться нам прямо на голову, превращаясь в кару небесную в прямом смысле этого слова. Вот вам пример. В 2009 году на орбите Земли произошла катастрофа. Российский военный спутник связи «Космос-2251» столкнулся с американским спутником «Сети Иридиум». Оба аппарата были полностью разрушены. Россия, по большому счёту, ничего не потеряла. Спутник был списан ещё в 1995 году, а американские пользователи ощутили перебои со связью и интернетом. Но самым страшным последствием космического ДТП стало появление огромного количества осколков. На орбите каждый из них в десятки раз опаснее пули. Сегодня астрономы бьют тревогу. Околоземное пространство напоминает огромную свалку. Из 20 тысяч крупных спутников работают не больше тысячи. На орбите бесконтрольно носятся десятки тысяч фрагментов ракеты космических кораблей. Запуская их в космос, никто не думал о том, что со временем они станут угрозой всему человечеству. Значит, ракеты-носители взрывались, насколько понимали, потому что внутри оставались остатки топлива. Они, значит, испарялись, и создавалась гремучая смесь, и потом от падения микрометеорита, или там статистический разряд какой-то, и как бы сам взрыв, и вместо одного там объекта получаются сотни. Сегодня на орбите насчитывается более 700 тысяч фрагментов космического мусора. Их скорость доходит до 50 тысяч километров в час. Столкновение с миллиметровым объектом равноценно попаданию артиллерийского снаряда. Значительная часть обломков находится на низких орбитах. Расстояние близкое около 300 километров, где работает межпланета, международная космическая станция. Работали наши космические, салют, мир, и многие там спутники разведки. Ночь с 6 на 7 ноября 2009 года. На Международной космической станции объявлена тревога. На расстоянии меньше километра обнаружен 5-сантиметровый кусок мусора. Обломок старого российского спутника серии «Космос». При столкновении он способен прошить станцию насквозь. Менять орбиту поздно. Космонавтам приказано перейти в пристыкованный корабль «Союз». Поскольку «Союз» обладает такой капсулой, спускаемой, крепкой, но она должна выдержать проход через атмосферу, ну, стенки толще, в общем, крепче конструкция. И он рассматривался, вот этот корабль, как вариант именно такого эвакуации, такой вот срочной, срочной. По счастливой случайности обломок прошел в нескольких десятках метров от МКС. Космонавты смогли вернуться на свои штатные места. Такая ситуация повторялась многократно. В 2001 году станции пришлось маневрировать, чтобы не столкнуться с 7-килограммовым прибором. Во время выхода в открытый космос его много лет назад потеряли американские астронавты. Двумя месяцами ранее орбиту станции корректировали из-за обломка американского телекоммуникационного спутника «Иридиум-33». Если бы не своевременные изменения, МКС уже представляла бы из себя решето. Звенигородский район Московской области. Специализированная космическая обсерватория по наблюдению за искусственными спутниками Земли. В 71-м году здесь появилось настоящее чудо техники. Это камера ВАУ, мы называем. Это высокоточная астрономическая установка. Она, значит, создана в 70-е годы Красногорским механическим заводом для наблюдения искусственных спутников Земли с целью определения их координат для научных задач. С помощью телескопа можно было не просто наблюдать за спутниками. Электроника впервые в мире позволяет автоматически сопровождать объекты и фотографировать их в заданное время. Изучая их орбиту, изменения их орбиты, изучали Землю. И таким путем вот уточнили вот десятки, сотни раз параметры нашей Земли. Как Земля вращается, как притягивает, в каких местах, насколько сильно. Геофизики шутили. Результатом их многолетней работы стал техпаспорт объекта под названием Земля. Авторы руководства по эксплуатации планеты получили государственную премию СССР. Результаты были засекречены. Дело в том, что притяжение Земли неравномерно. В разных местах силы гравитации по-разному изменяют траекторию полета. Это необходимо учитывать военным при расчете траектории баллистических ракет. Военные. Военные, конечно, были в первую очередь заинтересованы. Это первое. Второе. Только военные и военная структура, и военные правила могли сохранить тайну о тех вещах, которые мы хотим разместить на орбите и с какой целью мы создаем тот или иной спутник. С 60-х космос становится главной ареной борьбы за мировое господство. СССР и США разрабатывают технологии спутниковой войны. Главная задача — в первые же часы конфликта лишить потенциального противника космических глаз и средств связи. Варварское испытание противоспутникового оружия США провели 9 июля 1962 года. Проект назывался «Старфиш Прайм». На высоте 400 километров над Тихим океаном они взорвали ядерную боеголовку мощностью 1,4 мегатонны. Радиация и электромагнитные импульсы вывели из строя по крайней мере 6 спутников, которые до сей поры являются частью мусора на орбите планеты. Советский Союз пошел по более высокотехнологичному пути. 1 ноября 1963 года ТАСС сообщила об удачном испытании космического аппарата «Полёт-1». По команде с Земли он мог менять свою орбиту и стал прототипом первого спутника-убийцы. Аппарат под названием «Космос-248» СССР вывел на орбиту спустя 5 лет. Перехватчик массой около 2,5 тонн свободно перемещался в космосе, мог приблизиться к любому объекту и уничтожить его. Большинство патентов доктора технических наук Алиева засекречено до сих пор. На авторских свидетельствах только номер и фамилия изобретателя. Начиная с 1974 года я уже занимаюсь закрытием работами. Был период, когда запрещали патентовать текст, а потом был период более, как сказать, закрытия. Это приводились только номера авторских свидетельств, даже названия были закрыты. Одной из задач космической науки 70-х было противодействие американской системе. К этому времени в США были развернуты работы над проектом МАД-ФЛАП. Его целью было уничтожение советских спутников с помощью реактивных снарядов. В ответ советские инженеры разработали свою систему. Это был проект использования лазерного оружия. Зеркало размещается на спутнике. Оно может быть на десятки тысяч километров от земной поверхности. Значит, задача стоит попасть в центр зеркала и после отражения зеркала попасть в целый противодействие. Испытания противоспутникового оружия изрядно добавили космического мусора. Хотя в итоге в околоземном пространстве было достигнуто некое статус-кво. Спутники-шпионы обеих сверхдержав могли подсматривать куда угодно. Сбивать их оказалось слишком накладно. Своеобразный мораторий был нарушен в 2007 году Китаем. Тогда разразился крупный международный скандал. Ситуация была похожа на начало Первой космической войны. КНР запустила ракету с Земли и сбила находившийся на орбите свой старый 700-килограммовый спутник метеослужбы. Получилось 6 тысяч осколков, больших, не считая там тысяч, а может быть миллионов, ну, крупиночек каких-то маленьких, которые одноразово на 22% это в те годы увеличили замученность космического пространства около Земли. На 22%, почти на четверть. И эти куски, фрагменты, которые вот так вот, в общем-то, средствами какими-то наблюдают, совсем, так сказать, немаленькие, естественно, представляют опасность. Уже через сутки на полярной орбите не было места, где бы со скоростью 25 тысяч километров в час не носились обломки. В январе этого года повреждения получил российский спутник связи. В марте членам экипажа МКС пришлось эвакуироваться со станции в пристыкованный корабль «Союз». Мусор перешел в наступление. Единственное, что остается землянам, обнаруживать и вычислять орбиты тысяч смертельно опасных обломков. Это, значит, эта сама система, она наблюдает за всеми объектами, что вращается вокруг Земли. Это могли позволить только две страны. Это вот наша страна и США. И она до сих пор работает. Астрономы могут за несколько суток предупредить владельца спутника о грозящем столкновении. Этого достаточно, чтобы рассчитать новую орбиту и увести аппарат из-под удара. К сожалению, сделать это можно далеко не со всеми спутниками. 90% из них старый неуправляемый космический хлам. Но иногда, по неизвестным причинам, он оживает. А мы можем у себя, например, засечь какие-то непонятные вещи. Ну, бывают такие. Допустим, был объект там, допустим, мусор. Мы его давно наблюдали. Потом, бац, и изменил орбиту. Непонятно что. Потом начинает, например, заброшенный спутник, вдруг начинает быстро вращаться. ни с того, ни с сего. Или там вот вращался, а вдруг он резко замедлил вращение. Столкновение между такими объектами предотвратить невозможно. В результате спутник либо упадет на Землю, либо разлетится на тысячи фрагментов и рассеется по орбите. Металлический осколок размером в одну десятую миллиметра может пробить скафандр космонавта. Удар частицы в две десятых миллиметра в лобовое стекло Челленджера потребовал замены панели остекления. Осколки даже в один сантиметр опасны для космических комплексов. Но стенки этой конструкции это вовсе не броня танка. И пробить ее какой-то пылиночкой даже можно, как собственно и было на шаттле, когда вычислено было, что стекло, вот иллюминатор шаттл, значит он многослойный, в общем один слой был пробит частичкой размером с, ну как бы, кристаллик соли. Современная астрономия способна выяснить цвет, форму и химический состав любого объекта на орбите. Точно сказать, частью какого аппарата он является и кому этот аппарат принадлежит. В июле 1996 года такая информация спасла Францию от крупного международного скандала. Французы свой спутник не успели вовремя отвезти, просто прозевали, и этот спутник столкнулся с фактически ускорительным блоком ракеты Ариан. Если бы это был чужой спутник, был бы ужасный международный скандал. Анализ показал, что французский спутник был сбит здоровенным куском французской же ракеты Ариан. Многие годы она двигалась по орбите с гигантской скоростью 50 тысяч километров в час. Принадлежность некоторых объектов установить не удается. В то, что эти обломки могут иметь внеземное происхождение, наука не верит. Однако в США к проблеме неопознанных летающих объектов всегда относились серьезно. В 2011 году была принята космическая доктрина. Впервые в истории документ подписан сразу двумя силовыми ведомствами директором ЦРУ и министром обороны. Фактически речь идет о контроле прежде всего неопознанных целей любых куда даже фантазии большой не надо так сказать здесь привлекать могут относиться ну так в кавычках корабли инопланетян летающие тарелки какие-то там обломки деятельности или остатки деятельности внеземных цивилизаций что угодно с 2010 года в ООН существует должность официального представителя Земли в случае контакта с инопланетными цивилизациями это профессиональный астрофизик Мазлан Бинти Отман вот уже 14 лет она собирает информацию о всех рукотворных предметах в космическом пространстве самым знаменитым объектом неземного происхождения является так называемый Черный Принц первые его появления зафиксировали в 20-х годах история началась с того что радиостанция Ветховене Голландия работающая в коротковолновом диапазоне в перерывах между трансляциями передавала позывные в виде точек инженер из Норвегии Йоген Халс заметил что вот эти сигналы кодированные через некоторое время возвращались в виде радиоэха это говорило о том что эти сигналы отрождаются от какого-то объекта который находится над поверхностью земли в следующий раз черный принц был замечен на фоне лунного диска в 1958 году радиолюбитель из Аризоны Стив Слейтон с помощью своего телескопа увидел что периодически луну пересекает какое-то темное тело в результате Слейтон для того чтобы доказать что этот объект существует и зная примерно время прохождения его по лунному диску собрал небольшую пресс-конференцию для журналистов и журналисты сумели убедиться он подключил телескоп и они с помощью телескопа да, действительно наблюдали этот объект в 80-х этот объект был зафиксирован уже с территории СССР во время испытаний нового радиотелескопа сотрудники Горьковской обсерватории обнаружили в 2000 километрах от Земли предмет явно искусственного происхождения обнаружили странный объект нагретый примерно до 200 градусов находящийся на орбите Земли тогда было высказано предположение что объект скорее всего имеет какое-то особое покрытие за счет которого он игоревается а буквально через год с геостационарной орбиты бесследно исчез американский спутник связи просчитав его орбиту исследователи выяснили траектория движения спутника пересекалась с орбитой черного принца косвенным доказательством столкновения стало появление на этой орбите большого числа обломков причем значительная их часть не принадлежит американскому спутнику когда шаттлы производили съемку грозового фронта то есть фактически снимали грозу которая разворачивалась вот под иллюминаторами станции и во время съемки астронавты неожиданно заметили что от Земли в космос движутся несколько больших кораблей а между ними этими аппаратами на съемке четко видно проскальзывают какие-то такие сполохи как будто лазерные лучи то есть такое впечатление что между аппаратами идет бой в стадии таких возможных баталий естественно на нашей орбите может оставаться мусор который не принадлежит нашей цивилизации на Земле следы крушения НЛО находили многократно в 1964 году на глазах десятка свидетелей упавшим с неба предметом была пробита толстая стальная гусеница трактора предмет оказался 200-граммовым оплавленным осколком неизвестного на Земле металла в середине 90-х огромный объект упал на территории России в горах Кеншане в пограничной зоне упал достаточно массивный летательный аппарат сибирообразной формы который до этого засекли радарные службы и вот в районе как раз так называемое местечко Шайтан-Мазар в истоках реки Сары-Джаз этот объект был потерян в 1998 году группа исследователей из России совершила экспедицию в этот труднодоступный район на высоте 4300 метров им действительно удалось найти следы вот эти уникальные кадры какое-то массивное тело оставило в горах 200 метровую борозду и в конце где должен был лежать объект осталась площадка то есть скорее всего объекты естественно уже потом эвакуировали или военные или скажем так какие-нибудь другие силы но вот такой вот видеофакт у нас остался до падения на землю объект мог находиться на орбите несколько десятков лет возможно это был фрагмент одного из девяти неопознанных летающих объектов сбитых над территорией США в 1953 году астронавт НАСА Гордон Купер утверждает он лично видел посадку НЛО на военной базе туда же доставляли множество обломков и трупы инопланетян этот ученый мой друг вступил в контакт с пришельцами с другой галактики с большого корабля где они находились в течение примерно двух поколений чтобы приблизиться к земле и вот эксперимент который они проводили на полигоне Белые пески в Нью-Мексико с этим ученым привел к тому что они постоянно контактировали и даже один раз забрали на экскурсию тогда же инопланетяне передали США технологии благодаря которым им удалось совершить серьезный прорыв в освоении космоса по чертежам которые они ему передали он построил несколько устройств которые имели форму двойного блюдца каждая из половин которого как бы вращалась в разные стороны устройства взлетали с земли с помощью дистанционного управления я лично видел эти полеты аппараты показывали великолепные летные характеристики но естественно они не имели того двигателя и источника энергии которыми оснащены настоящие НЛО можно верить или нет таким рассказом но наличие в космосе неопознанных обломков это факт хотя большую опасность для землян представляют их собственные рукотворные объекты утром 24 января 1978 года над северо-западными районами Канады пронесся неопознанный летающий объект перепуганные насмерть местные жители вызвали полицию через час местопадения НЛО оцепили а все ближайшие дороги перекрыли военные тем временем американцы сообщили они наблюдали в космосе взрыв обнаружили это первые американцы которые увидели некий шлейф такой по орбите этого космоса некая пыль наблюдалась а также еще три больших фрагментов то есть был зафиксирован как взрыв взорвавшийся на орбите объект был тут же опознан им оказался списанный советский спутник морской космической разведки космос 954 с ядерным реактором на борту весил спутник почти 4 тонны его фрагменты и были тем самым НЛО напугавшим канадцев активность военных объяснялась радиоактивным заражением более 100 квадратных километров вокруг невольничьего озера по изначальным космическим договорам основополагающим из которых является договор по космосу 67-го года и последующие международные соглашения в этой сфере страна запустившая космический аппарат несет полную ответственность за все последствия работы своего аппарата в следующем году на землю упала американская космическая станция Skylab над западной Австралией прошел настоящий дождь из раскаленных обломков массой более тонны эта история полна тайн станцию Skylab вывели на орбиту 14 мая 1973 года это был настоящий космический особняк 300 квадратных метров полезных площадей создавал ее известный немецкий специалист по ракетной технике Вернер Форбраун на основе третьей ступени ракеты-носителя Saturn V изначально станция создавалась как огромный орбитальный центр фактически последующим прототипом его стал наша станция Мир изначально проектные данные закладывались таким образом что станция должна была проработать на орбите минимум до конца 80-х годов тогда американские СМИ утверждали что Skylab может просуществовать на орбите хоть 100 лет одновременно работать в космосе могли до 10 астронавтов однако за все время существования станции там побывало только три экипажа по три человека в каждом первая экспедиция которая прилетела на станцию 25 мая 73-го года часть неполадок устранила пробыла на станции порядка двух недель следующая экспедиция прибыла 22 июня и последняя завершающая состоящая из трех астронавтов побывала на станции 16 ноября 73-го года астронавты Джеральд Кар Эдвард Гибсон Уильям Поук сделали порядка 200 тысяч фотографий провели уникальные эксперименты по преобразованию энергии совершили несколько открытий и установили первый мировой рекорд пребывания в невесомости 84 дня 8 августа 1974 года они перешли в посадочный модуль и вернулись на Землю политический эффект от этого полета превысил все ожидания однако ни один человек с Земли после этого на станции так и не появился в том что расчетливые американцы потратившие на Skylab 3 миллиарда долларов бросили станцию сознательно верится с трудом что-то заставило их отказаться от дорогостоящей космической программы причина затопления непонятны и неясны выдвигаются конечно скажем так достаточно фантастические гипотезы о том что станция была якобы захвачена инопланетянами версия фантастическая но основание для нее есть еще в начале эксплуатации небесной лаборатории у экспертов возникли интересные вопросы относительно ее конструкции в передней части станции явно просматриваются две огромные силовые фермы вес каждой 12 тонн относительно их предназначения никакой информации нет каждый килограмм который вводится на орбиту как говорят космонавты он на вес золота а здесь ферма 12 тонны назначение которой нас и не смогли объяснить но скажем так люди с инженерным образованием выдвинули гипотезу что данная ферма предназначалась для того чтобы пристыковывать скейлап к аппаратам превосходящим скейлап несколько десятков раз было выдвинуто предположение что изначально станция создавалась ну понятно естественно для исследования космического пространства ну второе назначение как всегда бывает у таких аппаратов это военное назначение разведка и третье основное назначение она была предназначена для того чтобы осуществлять контакты с теми аппаратами скажем так неземного происхождения которые находятся на орбите нашей планеты на скейлэбе имелось сразу два стыковочных узла один из них боковой если учесть что в 70-х годах технологии параллельной стыковки космических аппаратов еще не существовало назначение этого узла непонятно по официальной информации он не использовался ни разу однако вспомнив рассказ астронавта Купера можно предположить стыковка с инопланетным кораблем состоялась вскоре после того как последняя группа астронавтов покинула станцию после чего станция по непонятным до сих пор для всех причинам была законсервирована пять лет то есть фактически она пять лет находилась на орбите в неживом состоянии хотя на тот момент по своим скажем так параметрам и запасам топлива снаряжения научного оборудования могла принимать до 10 астронавтов в течение пяти лет НАСА поддерживала регулярную связь со станцией из центра управления полетами какую информацию получали американцы с борта якобы пустого космического особняка людей там не было все запланированные полеты были отменены а станция официально считалась бесхозной официальная версия НАСА говорит о том что параметры атмосферы изменились по словам НАСА атмосфера стала более разрешенной и станция начала терять орбиту хотя в принципе с помощью маневровых двигателей можно было поднять намного выше поэтому скажем так вот эта версия НАСА кажется немножко неубедительной экономический ущерб был очевиден в то же время СССР продолжал запуски долговременных орбитальных станций и вскоре перекрыл американский рекорд 11 июля 1979 года станция Skylab окончательно сошла с орбиты и врезалась в плотные слои атмосферы сгорела она далеко не вся и когда она упала то была вероятность что некие большие фрагменты могут упасть ну населенные районы какие-то не в океан повредить чего-то это в общем один из первых таких ну если не трагических но во всем драматических историй в космонавтике и в астронавтике американской а вот совсем свежая история ее последствия еще долго могут сказываться на здоровье жителей Земли в начале 2008 года залпом противоракетного комплекса Аегис США сбили с орбиты свой собственный спутник шпион USA-193 незадолго до этого аппарат перестал выходить на связь и перешел в режим автономного полета на борту спутника находилась ядерная установка и примерно килограмм плутония 238 и подсчитано что если бы значит над землей равномерным слоем распылить всего-навсего 450 граммов этого вещества плутония 238 раком бы заболело все назеление Земли полностью а тут было значительно больше американские военные показали всему миру они без проблем могут достать на орбите любой объект кому бы он не принадлежал радиоактивные обломки пятитонного спутника упали в индийский океан и будут представлять опасность в течение 20 лет но факт заражения он был вода из океана попала куда-то кто-то эту воду условно употреблял общерадиоационный фонд так сказать в земле радиоактивный был увеличен на какую-то долю а это очень плохо на сегодняшний день на низких орбитах земли остается несколько десятков аппаратов с ядерными реакторами современные технологии предполагают что после окончания срока службы ядерная начинка отстреливается и уводится на так называемые орбиты захоронения однако опыт показывает что нередко такие объекты падают на землю это прочный корпус это большая масса и не все успевает сгореть это представляет реальную опасность сход с низкой орбиты для территории земли какой-то инфраструктуры и так далее я уже не говорю о психологическом воздействии на людей когда были эти падения и люди наблюдали эти следы страшные для академика Виктора Новичкова нет тайн он сам загадка для современной науки новичков обладает редчайшим даром он заранее знает обо всех крупных техногенных катастрофах за несколько дней до возможной аварии на космической орбите он называет номера деталей и время их выхода из строя предсказывает авиакатастрофы а в некоторых случаях может их предотвратить несколько лет назад он сообщил руководству ВВС о трещине в стойке самолета Су-32 в 99 указал место утечки воздуха со станции мир и причину отказа одной из антенн космос это частицы это не пустота это заряженные частицы которые моментально взаимодействуют с друг другом моментально передают информацию мгновенную обо всем что есть на земном шаре что с каждым из нас и они постоянно в таком движении и постоянно это меняется картина поэтому воздействия на один участок мы сразу становимся обладателем всей информации сам новичков считает что получает предупреждение от ангелов хранителей удивительно другое информация от ангелов подтверждается и ЦУПом и военными в 2001 году на грани катастрофы оказался шаттл Атлантис пятеро астронавтов доставили на международную космическую станцию лабораторный модуль Дестини 16 февраля согласно плану миссии Атлантис отстыковался от МКС астронавты направили шаттл к земле здесь-то и начались проблемы на земле Майами не было погодных условий то есть был циклонический серьезный пик который не позволял приземлить шаттл шаттл достаточно крупный корабль очень тяжелый с маленьким крылом подъемной силой естественно не маленькая посадку не могли разрешить двое суток на космическом корабле заканчивались запасы пищи воды а главное воздуха за развитием драмы следит весь мир неконтролируемое падение такого объекта как шаттл грозит не только гибелью астронавтов но и уничтожением целого города напряженная обстановка и в российском центре управления полетами в королеве я связался с СУПом техническим отделом и спросил как обстановка да говорит такая же осталась очень мощная ветер такой боковой ветер что посадить тяжелый корабль просто он завалится 20 февраля Атлантис не может приземлиться уже третьи сутки внизу над территорией Соединенных Штатов явно видны негодующие воронки циклона в Москве Виктор Новичков решает провести эксперимент по влиянию на погоду я командующему доложил что постараюсь ситуацию исправить в том плане что погодные условия те которые на сегодня есть создались они отслеживаются с луком американцами естественно совместно можно повлиять непосредственно на сам глаз циклона таким образом чтобы его буквально ликвидировать а год это возможно я постараюсь я убежден что это ненависти же моя цель центр или так называемый глаз циклона находился ровно над американским космодромом ветер закручивал вихри со скоростью порядка двухсот километров в час новичков сосредоточился и постарался представить себе другую погоду надо представить ту погоду которую вы хотите то есть отталкиваться не от того что вы будете делать а от обратного уже произошла эта погода ярко увидел солнце ясная буквально погоду облака минимальная ярко солнце голубое небо это зафиксируется и вот этот посыл мысленный он совершенно четко срабатывает возможно это совпадение но через несколько часов связавшись с ЦУПом новичков узнал циклон рассеялся и американцы дали кораблю команду на снижение в 20 часов 33 минуты космический челнок благополучно приземлился на авиабазе Эдвардс в Калифорнии за трое суток незапланированного полета шаттлу несколько раз пришлось уворачиваться от крупных кусков старого космического железа вернуться живыми астронавтам удалось только благодаря собственному мастерству и своевременной информации с Земли на станции Мир когда она еще была в действии происходило очень много нештатных ситуаций именно в результате того что обшивка была пробита вот именно микрометеоритами вплоть до того что происходили даже утечки атмосферы этот космический дом принимал землян на орбите целых 15 лет базовый блок станции Мир вывели на орбиту в феврале 86 ключом к успеху стал модульный принцип построения шесть стыковочных узлов благодаря им станция могла расти во все стороны к окончанию срока службы она состояла из шести самостоятельных космических лабораторий различного назначения их общий вес 124 тонны чаще всего от космического мусора страдали солнечные батареи периоды аварий на станции Мир когда наступала мертвая тишина которая ну настолько необычное явление когда ты слышишь что в соседнем отсеке плывет твой коллега шорох его одежды это ладно если закрыть глаза взвеситься ты становишься в позе младенца вот такой взвешенной чуть-чуть приоткроешь глаза сквозь ресницы ты видишь как твои пальцы в такт сердечным сокращением конечный выброс вот так вот качается в феврале 97 года на станции загорелся генератор кислорода открытый огонь уничтожил значительную часть оборудования а дым отравил воздух 4 марта того же года на станции снова была объявлена тревога в этот день космонавты готовились к проведению уникального эксперимента им предстояло испытать новый тип двигателя он должен был приводить в движение космический корабль при помощи солнечного ветра конструкцию солнечного паруса отработана только вот у нас в России мы конечно получили очень хорошие результаты подтвердили то что реально развернуть такую пленку больших диаметров вот реально ей управлять вот и ну остались в общем-то такие технические моменты то есть сделать сам корабль экспериментальный двигатель установили на пристыкованный к миру грузовой корабль прогресс дальше случилось непредвиденное 20-тонный корабль потерял управление столкновение с ним верная гибель для станции вместе с ее обитателями открыть крышку туда и уйти в союз закрыть за собой крышку то есть они должны находиться на этот случай находиться в спускаемом аппарате прогресс таранит станцию мир повреждены солнечные батареи разгерметизирован один из модулей сквозь дыру в обшивке стремительно уходит воздух станция погибает по действующей инструкции космонавты должны покинуть станцию однако находясь в полной темноте они принимают другое решение на свой страх и риск загерметизировали модуль обрубили правда там много кабелей у нас вот здесь это все чисто так хорошо здесь а тут же очень много проходит кабельных стволов воздушных стволов по значит вентиляции всего жилого помещения бытовых этих и вот это все они загрузили вот в тот объем закрыли крышку и продолжали уже дальше работать новый модуль спектр реанимировать так и не удалось станция потеряла половину электрической мощности системы жизнеобеспечения начали давать сбои настоящей бедой последних лет жизни мира стало появление на станции опасных микроорганизмов ведь на станции мир почему ее затопили появился в общем-то первый космический мутант там стала появляться какая-то сначала слизь потом какие-то в общем-то растения как назвать живая материя которая как в фильмах ужасов начала так сказать прорастать везде вероятнее всего в условиях невесомости и повышенной солнечной радиации мутировали обыкновенные земные бактерии системы очистки воздуха на мире в последние годы ломались регулярно постоянная высокая влажность стала благоприятной почвой для неизвестного организма с виду он больше всего напоминал плесень я как-то полез на сферическое днище это кормовая часть модуля кванта первого там я не знаю что это я спускал на землю но нас в это дело не посвящают она была вся белым каким-то налетом покрыта я это дело мазки взял спустил на землю но нас в известность не ставят может чтобы не пугать или еще что-нибудь космонавт Александр Серебров побывал в космосе четыре раза десять раз выходил в открытый космос в последнем полете на станцию мир непонятные субстанции он находил даже в скафандрах открываем скафандр он открывается у нас со спины такая дверь есть ранец в котором все системы жизнеобеспечения оттуда в лучах света облако зеленый пыль следующая находка ввела космонавтов в шок после того как у воды на станции появился неприятный запах и привкус Серебров решил разобрать регенерационную установку я туда засунул проволоку даже в космосе без проволочек ничего нельзя сделать засунул ее и вытаскиваю оттуда полтора метра червяка то есть вот поверхность восьмимиллиметровая была покрыта слоем миллиметровым вот этой вот какой-то тканью непонятно она гибкая была желтая с темно-коричневыми пятнами как змея такая как это существо могло оказаться в герметичной системе орбитального водопровода возможно некий микроорганизм сумел переродиться в целого слизня команда сообщила о происшествии в центр управления полетов экспедицию срочно стали готовить к возвращению на землю вирусы и бактерии медленно разрушали станцию мир один за другим из строя продолжали выходить важнейшие приборы мутанты уже и работать то стало очень трудно другое дело что следующий этап какой был бы ну так вроде бы ни в коем случае нельзя этого мутанта на землю возвращать потому что он на земле это может много бед натворить единственное что можно было сделать это все сжечь вот сжечь вот буквально так сказать вот до тла чтобы ничего не оставалось однако делать это в космосе было категорически нельзя взрыв такого масштабного объекта породил бы столько обломков что использовать эту орбиту в будущем было бы невозможно в августе 1999 года станцию покинула последняя группа космонавтов а 23 марта 2001 года мир был затоплен в Тихом океане только благодаря этому сегодня на этой орбите работает международная космическая станция однако безопасность ее весьма относительна с тем темпом а именно 14 процентов в год увеличивается засорение к 2055 году проблема космического мусора начнет уже сказываться на фактической работе в космосе то есть любой запуск будет связан любой пилотируем или нет с большим риском столкновения с этим мусором 2073 год с космодрома в Аризоне стартует пассажирский космический челнок Земля-Марс на третьей минуте полета корабль пропадает с радаров из 150 пассажиров выжить не удается никому причиной гибели людей стал обыкновенный шарик от подшипника мельчайшая деталь спутника запущенного 100 лет назад пока это только сценарий компьютерной игры игры которая совсем скоро станет нашей реальностью остаётся добавить, что сегодня самые авторитетные учёные в мире заявляют в один голос человечеству пора остановиться пора перестать космос испытывать на прочность иначе его месть будет поистине страшной и человечество погибнет, как это уже не раз бывало с предшествующими наноцивилизациями и тогда всё начнётся сначала и на Земле опять будет море только море солёное и густое, как истывающий суп и когда его горячие воды растворят без следа остатки нашей неразумной цивилизации которая доставила нашей планете столько страданий и боли в ней возможно опять зародится жизнь а через много миллионов лет самая умная рыба выползет на сушу и тренируя свои плавники поползёт навстречу прогрессу и всё будет точно так же только уже без нас Субтитры делал DimaTorzok